я не курю уже лет семь и перед этим я курил где-то до трех пачек в день очень много никто не верил что я мог бы бросить курить вначале немножко истории когда я первый раз бросал курить я искал поддержку и мы договорились с друзьями три человека еще моих друга одновременно бросать курить я не знал что один человек не бросал никогда тихоря курил чтобы не подводить нас другой в общем короче когда я увидел что меня подвели все трое я еще держался некоторое время так где-то недельку потом где-то расстроился психанул типа меня все бросили поддержки нет и закурил снова вот это послужило мне хорошим уроком пониманием того что если вы решили отказаться от вредной какой-то привычки то необходимо полагаться только на самого себя это основное условие где вы можете действительно бросить курить навсегда то есть когда я понял что поддержка извне ослабляет нас ну почему ты думаешь что нам нужна поддержка типа нас сил не хватит на это на вот ищем эту поддержку врачей в семье в друзьях и когда друзья подводят врач не справляется например вот или жена там где-то вспылила и ты потерял эту поддержку тем самым ты потерял силу а это уже как бы без потери то есть без этой поддержки когда мы теряем нас сил самих не хватает когда мы берем ответственность на себя мы тем самым как бы и получаем силу для того чтобы освободиться от этой вредной привычки второе условие это понимание того что бороться приходится с привычкой которая накопилась десятилетиями там ну или годами сформировалась и придется нам бороться как бы с прошлым опытом который связан с нашим с нашими вот отношениями с людьми и так далее то есть мы боремся против новый человек с малым опытом борется против старого человека у которого большой опыт и мы в этой борьбе проиграем поэтому очень важно не включать диалог или не поддерживать диалог когда нам хочется курить то начинается утренний диалог типа да я не буду курить да я у меня там сила есть и так далее то есть начинаем диалог на самим собой но с прошлым опытом и постепенно втягиваясь в диалог мы в конце концов уступаем типа ну последний спиретку или вот я завтра соберусь снова и уже мне уже окончательно там и так далее то есть это вот шаг назад то есть любой диалог самим собой с прошлым будет проигрышный и понимание этого ну вот мне позволило постоянно контролировать ну не включать диалог то есть как только начинается я понимаю что я проиграю и поэтому я не допускаю диалога не потому что я сильный такой крутой такой да а просто я знаю что я проиграю я не включаю диалог вот это вот два основных положения первое брать ответственность на себя не полагаться на помощь извне и второе основное правило чтобы бросить курить или другую вредную привычку освободиться это не включать диалог внутренний это вот достаточно чтобы бросить курить можно немножко дальше порассуждать те кто любит порассуждать могут остаться со мной у крана значит одно из рассуждений такое когда мы понимаем что я хочу что-то связанное с нашим рептильным мозгом а как вот надо поступать связанное с лобными долями которые тормозят наше я хочу ну это по Курпатову как говорится или по Савельеву Сергею то у древних людей которые прославились ну святые отцы церкви они иногда утверждали то есть вернее говорили что чувствует омерзение к себе к ветхому человеку ну у меня возникает некая ассоциация ветхий человек в понимании это вот тот древний рептильный мозг который проявляет наше я хочу я хочу кушать я хочу спать там я хочу девушку там мужчину или другое да и когда я понимаю что мое поведение почему-то зависит от я хочу то у меня возникает омерзение к себе ну что мотивом моего желания является вот наш рептильный мозг а человек который создал цивилизацию культуру это человек социальный это человек с лобными долями и почему-то он проигрывает как так вот как-то странно это примерно как крыса которые электроды подвели к мозгу в центре удовольствия она начинает нажимать на педальку получает удовольствие и забывает обо всем остальном да то есть как бы если мы удовлетворяем наше вот я хочу мы как крыса поступаем как-то мне смешно стало и это тоже помогло дальше есть понимание того что наша личная история например влияет на нас и освобождаться от влияния этой личной истории разные методы можно например церковь она предлагает покаяние да вот мы какой-то поступок плохой совершили мы как бы раскаиваемся тем самым у нас влияние того прошлого оказывает меньше влияния на наше настоящее да Кастанеда Карлосов говорил о том чтобы энергии в нас больше было чтобы мы могли больше сделать человек должен стереть личную историю у них свой был метод стирания личной истории как перепросмотр да есть понятие такое вот в дианетике как адитинг когда человек возвращается в прошлые события и просматривая их заново как ну типа по Кастанеде он тоже как бы влияние этого нашей истории на наше настоящее поведение снимает или уменьшает вот это тоже может помочь человеку освободиться от вредных привычек когда он пересмотрит свои прошлые займется но это конечно очень длительный сложный путь и без помощи специалиста это сложно пройти ну уже одного понимания достаточно для поддержки и понимания того как диалог влияет ослабляет нас где мы проигрываем в настоящее время когда включаем диалог ну можно было еще больше говорить но я думаю достаточно вот того что я сказал чтобы помочь кому-то если я кому-то помог я буду очень рад так что пробуйте главное поймите все что я сказал это вам очень очень поможет этим методом воспользовались несколько человек ну в личных беседах я им объяснял и помог им освободиться от этой печки которая вредит женам и время отнимает и здоровье наше отнимает а самое главное это приучает нас к потаканию а потакание это уже как бы не наш лоб не наш разум а это наши чувства конечно чувства важны можно их как бы обманывать ну например что-нибудь из я хочу например я хочу быть сильным и реализовать себя человека да тем самым мы как бы вот это наше нашим рептильную мозгу даем успокоение чтобы он нас не очень беспокоил и вот типа я вот сумел там далее ну те же святые отцы по сути достигли же чего-то правильно их уважали значит они достигли через я хочу вот освобождение от нашего рептильного ну чтобы мы не потакали нашему я хочу то есть я хочу становится причиной того что мы освобождаемся от я хочу хитрая штучка но она работает так что успехов счастливо пока как